Норвежское судно «Шпион» попало в прицел российского Су-24. 19 февраля 2019 года военное обозрение Норвежское судно «Шпион» попало в прицел российского Су-24 Норвежский разведывательный корабль «Ийча» попал в прицел, предположительно, российского бомбардировщика Су-24. Снимок, появившийся в соцсетях, сделан с помощью системы управления огнем российского самолета, пишет российская газета со ссылкой на блогера «Fighter Underscore Bomber». Источник изображения «Fighter Bomber», как пишет блогер, норвежский корабль-разведчик «Ийча» применяется командованием Североатлантического альянса для ведения наблюдения за кораблями Северного флота. Этого корабля очень много. Он непременный участник всех движух Северного флота. Он всегда где-то неподалеку. Конечно, под контролем, но его обыводы знают абсолютно все моряки СФ. Сообщил блогер. Большинство пользователей интернета, увидевших снимок, пришли к выводу, что снимок норвежского судна-разведчика был сделан с борта российского бомбардировщика Су-24 с помощью системы управления огнем. Самолет имитировал атаку на судно, фото сделано с расстояния в 4 километра. Норвежское судно «Шпион» было построено в 1992 году и принято на вооружение в 1995 году. Первоначальное название «Марьята». Корпус полукатамаранного типа, в корме разделен на два корпуса, в подводной части, несовая часть единая. Полное водоизмещение 7560 тонн, длина 80 метров и ширина 40 метров. С вводом в строй нового корабля-разведчика, получившего по традиции имя «Марьята», было переименовано «Иича». Корабль в радиотехнической разведке ведет разведку в Баренцевом море, выполняя от 4 до 9 походов продолжительностью до месяца каждый. Кроме ведения РТР корабль осуществляет выходы на визуальный контакт с силами Северного флота, сближаясь до 1,5 КБТ и производя фотографирование. Летчики и моряки Северного флота окрестили норвежский корабль «Шпион Машка» и «Утюг». Источник изображения «Файтебойма». 18 февраля 2019 года право на данный материал принадлежат военные обозрения. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.